всем привет спасибо как всегда говорю за то что вы смотрите вот эти мои видео монологи за то что пишите комментарии мне это очень приятно ради этого все и делается ради обсуждения ради общения ради того что мы делимся своими мнениями своей жизненной позиции не поверить этого слова потому что в каждом высказывании в каждом так называемом посте каждом абзаце обсуждений проявляется ваша жизненная позиция но это модное нынче словосочетание такое жизненная позиция какая у вас жизненная позиция у меня позиция я не знаю позиции позиция такая позиция ну хочется мне вот про вот такую позицию это одна из позиций которые стоят на моих полках слайда family stone группа пластинка называется стенд 1969 год что это такое если вы смотрели фильм вудсток или слышали пластинку вудсток или компакт-диск вудсток или там файл скачали вудсток то наверняка знакомые с песни о антеке хая группы слайда family stone пластинку которую я вам показал и эта песня здесь есть естественно это 69 год вот она до огонь тут и кихая 5 минут 22 секунды я очень люблю группу дыху я очень люблю тен я завта я люблю много кого я люблю джимми хендрикса музыку и и и и очень многих музыкантов я считаю сильнейшими сильнейшими фигурами искусства двадцатого века музыкального и не только музыкального но все эти люди были на вудстоке однако выступление группы слайдов его листов на мой взгляд является лучшим лучшим сетом на всем вудстокском фестивале по совокупности что называется если рассматривать шоу рассматривать качество исполнения рассматривать отдачу энергию которая била со сцены скажем у сантаны она не била со сцены у сантаны она была направлена внутрь сантаны который был абсолютно удолбан я очень люблю музыку сантаны очень просто вот очень сильно и люблю его концерты и даже концерт выступление его на вудстоке мне нравится но он явно был направлен внутрь себя играл интересно хорошо группа замечательная все но энергия шла не на поле а наоборот она она даже не с поля шла к нему в нашему поле не видела не чувствовал да она как-то вот так внутри его перепели это перекачивалась но было интересно однако с вами the family stone выдали такой фонтан эмоций ну и конечно я начал перечислять шоу подача техника исполнения все но песни 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 качество песен может быть они не так интересны там как скажем не знаю там но по совокупности всего того что я сказал мне кажется это лучшее исполнение было лучше и лучшее выступление на всем вудстоке и песня i want to take a high как говорят стала таким настоящим гимном вудстокского фестиваля но это потрясающе было посмотрите просто вот это то что они сделали на вудстоке они скрутили публику в бараний рок потом развернули обратно скрутили в другом направлении опять развернули положили на поле и продолжали над ней куражится как хотели это было невероятно здорово ну в общем сильвестер стюарт он же слои stone и его группа здесь добились невероятного качества во всем это не вудсток это четвертый альбом группы слоен the family stone который ушел в 69 году как я уже и говорил и в одном из роликов я произнес такую фразу идеальный альбом вот есть идеальные альбомы да такие совсем совсем классические идеальные где ничего не не убрать не добавить и обсуждать даже их бессмысленно хотя мы их обсуждаем все без конца в комментариях и не только в комментариях а все вокруг обсуждают свои любимые пластинки но вот есть такие краеугольные камни камни рок музыки да и что там рок музыки искут музыкального искусства 20 20 века музыки 20 века и вот это один из таких краеугольных камней как ни странно для многих будет как не удивительно будет это слышать это действительно так потому что из этой пластинки выросло огромное количество групп песен музыкантов направлений философских даже сказать концепций не побоюсь этого слова все вот из этого альбома слоен the family stone стенд конечно нужно послушать чтобы понять то о чем я говорю и согласиться со мной или не согласиться я уже предвижу в комментариях рубилова а может и не рубилова ну скажешь а какие-то черные там что там фанк какой-то там поют про фанки говорил уже в роль начал говорить начал криво косо говорить в ролике про пластинку фанкаделик одну из пластинок фанкаделик но если сравнивать с line the family stone's фанкаделик то фанкаделик стреляет из крупнокалиберных орудий в публику своим фанком своими тяжеленными гитарными рифами но не на всех пластинках правда там разные у них есть то он слоен the family stone тоже играет тяжелый фанк основанный на гитарных рифах ну слай играет на гитаре он лидер и поэтому он как бы он сочиняет все эти гитарные штуки впереди гитара всегда впереди здесь хотя и духовая секции все все и клавиши все тут присутствует в полный раз ну так вот если фанкаделик лупит просто из мортир пускаю в воздух вот эти вот огромные там ядра то слайда family stone из крупнокалиберного пулемета фигачит короткими очередями в виде рифов слоя слоя на гитаре и бешеный темп если у фанкаделик все-таки так такие у них есть быстрые вещи их достаточно много но в принципе основа у них такая средне темповая то здесь молотилова невероятная хотя первая песня на за ним стенд она как раз среднем темпе и она просто очень красивая она быстрая средне-быстрая и она очень красивая сама по себе он прекрасный автор песен слай стоун пишет замечательный писал замечательные мелодии красивые гармонии все это очень естественно и ненадуманно просто как из рога изобилия вот это вот этот музыкальный материал из него выходил и замечательные аранжировки тонкие точные агрессивная подача очень 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 такая не скажу наверно наверно вместо сказать выстраданная выстраданная вдохновленная тем что у него внутри тем о чем он думал а думал он о равноправии расовым не самая маловажная вещь о равноправии расовым национальным это касается каждого каждого из нас между прочим не все обращать на это внимание но тем не менее каждый день или через день или в раз в неделю или два раза в неделю мы так или иначе этой темы касаемся не обязательно черные и белые разные мы говорим о национальностях и слай стоун очень много внимания этому вопросу уделял но уделял не дидактично а в светлой музыки нужно музыка превыше всего и вот песня стенд она просто очень красивая очень красивая но быстрая динамичная средне-быстрая как я уже сказал да с отличной гитарой со всеми делами и просто очень большой кайф а вот следующий номер уже начинается дальше настоящие веселья don't call me nigger whitey don't call me nigger whitey don't call me whitey nigger поет свой стол тяжелый гитарный риф и вот такой фанк сторону фанкаделик уже немножко уходит такой тяжелый размеренный увесистый завораживающий который тащит за собой достаточно злобно достаточно все злобно и на этом альбоме кстати слай очень много где в разных вещах использует ток бокс ну вот эта вот трубка которая короче говоря долго объяснять я как-то уже рассказывал в трубку человек поет трубка соединена с гитарой там маленький приборчик стоит на полу с динамиком и все это закручивается текст любят хард-рок и никогда не слышали фанк и никогда не слышали ничего другого этот самый ток бокс вовсю работает на альбоме группы назарет хоровды док там мани чарлтон с этим ток боксом не скажу что чудеса вытворяя чудеса вытворяет слайс то он здесь вот с этим ток боксом это очень круто это безумно круто кстати я читал разные рецензии на этот альбом все критики пишут что слайс то он прекрасно работает с педалью вау вау здесь проток бокс ни слова никто не сказал видимо не знают что это такое вау вау тоже в полный рост он использует клокушку то есть ну вот с ток боксом тут просто чудеса никто так еще я я не слышал такой свободы самовыражения в ток боксе это очень круто а его тут и кихая следующая песня номер три это вот вудстокский гимн гимн не гимн то-то-то-то-то-то-то-то а бешеный дикий темп дикий фанк с тяжеленным гитарным рифом поет мужской голос женский голос мужской высокий низкий все это замешивается все это летит стреляет и и и понятно что это лучшее выступление было на ростике с такой песни просто ну ты не прогадаешь никогда это безумно круто сам были в общем и у просто очень красивый номер очень красивый с элементами того что когда-то через много лет будет называться диска но это такое не диска и такое преддверие дисков в рифе в рефрине послушайте услышите узнаете самый лучший диск а на мой взгляд это конечно у ровинг-стоунс но здесь тоже неплохо здесь очень неплохо и здесь это аутентично сын весен полсонг жесткий дикий жесткий фанковый номер гитарный с женским вокалом с мужским бокалом очень очень пробивной летящий и с красивой мелодии с мелодиями здесь вообще все в порядке на этом альбоме я уже говорил что на мой взгляд этот альбом просто идеальный вот идеальный просто попадание в десятку every day people на второй стороне песня которая стала радио хитом соединенных штатах америки она очень простенькая но очень светлая красивая яркая а самое главное простенькая ее можно повторять напевать и вот она как раз от начала до конца посвящена вопросом равноправия все люди разные все имеют право на свое мнение на существенно и самое главное на сосуществование но при этом очень хорошая песня никакой такой риторики многозначительной в ней нет ну а потом идет странный номер почти на 14 минут под названием секс-машин психоделический блюзово-роково джазовый джем и вот здесь как раз этот самый токбокс неистовствует край baby неистовствует динамика меняется длинная часть очень с такой прозрачной гитары вот этим самым токбоксом ну там чудеса там там удивительные штуки выделывает слайд потом начинается ломовая часть меняется немножко то есть не немножко меняется ритмический рисунок меняется структура и начинается уже же скач просто с перегруженной гитарой и она сначала просто перегруженная а потом ближе к финалу она уже нет мне не только перегруженная она уже загруженная совсем она уже какая-то такая как будто какой-то гусеничный трактор проехал по студии где записывался слай и вот этот звук трактора трансформировался в звук гитары то есть там там совсем просто но все-все в нотах все в нотах все-все качает все хорошо но те кто любит вот такие психоделические джемы получит настоящее удовольствие ну и последний номер you can make it if you try you can make it if you try если ты попробуешь то возможно у тебя что-то и получится самое главное попробовать если вы хотите что-то сделать попробуйте каким бы странным это не казалось может быть что-нибудь и получится может быть книгу напишите поэму напишите спектакль поставите кино снимите попробуйте и все будет я пошел пить пока